Ну что же, дорогие друзья, продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И мы до этого делали мануальную терапию снятия блоков и мобилизации позвонков с шейно-грудным отделом. Делали лежа на столе, когда человек лежит на животе, делали сидя, делали стоя, что в принципе сидя и стоя мало чем отличается. А теперь лежа на спине для тех случаев, когда нам нужно поправить именно, ну особенно это выгодно, если нам нужно поправить более верхние позвонки. Тут просто шея, она будет более гибкая в этом отношении. Вы можете подбирать от себя тот способ, который вам удобнее, но иногда бывает просто не хватает, ну когда он лежит на животе, например, да, затылка вверх соответственно. Ну не хватает ему, вот, не доходят ваши руки там до той точки, где вы хотите как раз поправить, да. Когда переворачиваете, используйте вот этот способ. Либо как самостоятельную правку сразу же можно это все делать. Относительно на холодное тело можно сделать, ну хотя мы его уже через майку прогрели. Далее смотрите, нам опять же вот по вот этой схеме снятие спазмов, для чего мы делаем массаж, это первые блоки убираем мышечные, да. Потом мы делаем декомпрессию и растяжение. Ну, показываю коротко, да. Вот мы берем вот эти мышцы, не тынется, проставляйся, ничего вообще не делай, не напрягайся, постарайся полностью расслабиться и отдаться, так сказать, впечатлениям. Но вот эти фразы надо договаривать, чуть ли не каждому клиенту, потому что многие не готовы, не надо туда даже в мои движения, не надо сопротивляться. Согласен просто вот, лежать и отдыхать. Согласен? Все, мы его заинтезировали. Ты и я, мы с тобой одной крови. Значит, смотрите, вот мы разминаем пока мягко, вот здесь вот мышцы, чтобы больше растянуть, можно поднять выше, и придется в живот. Дополнительно мы проходим, разминаем. Видно, отростки подробно, задние шеи, мышцы. Пойдем аккуратно, чтобы он чувствовал, что мы его не бросали, ни в коем случае мы его не бросаем, чтобы доверие его ни на грамм не уменьшилось к нам. Вот такой есть прием, когда я под сосредоточки подкладываю пальцы, ну, буквально по одному, ну, не важно сколько, хоть ладони, там, хоть два пальца. И такое движение, веретенообразное, или восьмерка называется иногда, потом подложили, да, почувствую, что череп свободно отдалит. Отдельно, как большие, да, перекатываются. И вот, восьмерочки делаем, это потряхивание, да, тоже, ну, не потряхивание, потряхивание мы будем делать, оно делается более грубее. Вот так, вот так прямо, вот так открутим, он уже щелчки пошли, да, вот, да, потряхивание используем в процессе, да, и когда, ну, я просто последовательно рассказываю, можно менять последовательность. Разворачиваем ладони вот так вот, и делаем как бы чашечку из них. И сосцевидные вот эти вот отросточки послабше, послабше, вот влаговая просто потрачивается, мы натягиваем медвину на себя. раз голова походится спокойно и как будет медленно-медленно так тянем и саму тяжесть головы на себя тоже растягиваем 3-х тестом то есть такая трассы идет медленно и медленно вообще есть такая терапия или вас все упасть и понять крайне сократная терапия вот они такими медленными способами добиваюсь того что вот если бы долго так делал минут 15 например за сяпать и до оставился у нас нет что времени просто потянули в качестве тракции далее заходим руками поглубже и делаем вдруг веер примерно на уровне позвонков d2 до 3 даже из до 4 доберет получается вот упор стол рука идет от 3 до 2 до 1 c7 c6 доходит до конца шеи так мы его вытягиваем на 4 способ вытягиваем второй проход с вибрацией вот такой за за счет упора и дети проход асимметричную берегу и управляю 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 вот как это вылечит покажу немножко мешает убить забрался туда подальше поставил руки еще слабо его мощно сначала вот один проходит больно да давай немножко масло возьмем капельку буквально капельку майка не мешает может майку ну давай снимай да будет попроще просто нам понадобится учил упор делать когда сделаем вас просто не вот там буквально масло нужно несколько капель вот смотрите забираюсь туда если не видно можешь поближе подойти камеру да поднеси поближе что просто вот глотально посмотреть да вот этим сбоку вот мы забрались установили на свои косячки пальцев и прокатка такая вот видишь как будто бы через валик всю его шею прокатываем до черепа мягко и медленно отпускаем возвращаемся обратно помогая лимфи еще дополнительно уйти и давай ему таким образом осмысление расслабления второй раз мы идем с вибрацией видите по-прежнему растягивание компрессирую и третий раз асинхронное покачивание такое вот особенно вот здесь где череп все равно приближенный старайся еще больше расслабиться вот после этого ну вернее вначале надо было сделать такую диагностику то есть мы должны были проверить насколько у него поворачивается голова в одну сторону важно принимать симметрично или несимметрично в данном случае сюда чуть тяжелее поворачивается значит зажата мышцы справа ну когда мы проверяли я сказал на что на растяжку чуть-чуть чуть-чуть просто больше внимания сейчас не держи было лежит ослабление потом смотрим напряжение потом смотрим напряжение после три мышцы вот смотри здесь она более расслаблено видишь в сторону в сторону прямо вот напряжена да тоже видно да просто мы не уделяем внимание чтобы их расслабить есть такой метод ну во первых это разминание конкретно мышцы да во вторых релизинг это когда мы растягиваем растягиваем ее вместе с опас и медленно либо кусочками либо целиком она крепится вот там за ямочкой ключичной яременная ямочка называется за опираемся и крепится вот к черепу видно может быть не будет но старайтесь понять что вот я сейчас ее растягиваем но достаточно одной минуты максимум три минуты чтобы она растянулась дальше загибаем шею чуть покруче хватаем будем расстегивать все становишься сейчас хватаем рукой почти под ухом за череп там учили по есть такие шишечки вот снизу за вот эту жучку хватаем и наклад накрывая свою руку его челюсть вот такой поворот получается в этой плоскости перпендикулярно оси позвоночника и в этой же плоскости мы давим на плечо по за положим в сторону немножко растянули теперь меняем положение руки через скулу его и даем теперь по церкви градусов получается вот такая вот сколько потом хватаемся уже практически за эту часть черепа сет стороны даем на висок и в его тело он лежит индикулярно вот видите как мышцы натягиваются разные мышцы натягиваются ну не перпендикулярно тело получается градусов 10 от оси позвоночника получать сначала перпендикулярно потом 45 градусов потом градусов 10-15 может быть ну и то же самое в другую сторону растянули еще быстро покажу для видео чтобы долго не растягивать эту мышцу страшно я сейчас отвес корпус то за счет прямых рук натяжение гораздо больше после этого проверили еще кстати вот поворота вот сюда здесь они у нас симметрично и практически касаясь звуком шерп плеч это все нормально так и вот теперь элементы у нас были встряски я уже показал да здесь вот так вот отдельно череп от шеи захватом череп и стараться полностью расслабиться движение видите как бы шея на месте получается видно да заметно видео да вот и тракции переходим к тракциям по нашей программе вытяжение это схватаемся за основание черепа свободно расслабся душу на свободного да хватаемся за нижнюю челюсть зубы должны быть сомкнуты можно хватать сколько угодно но просто чтобы мягче было я вот плечем тянем несколько раз достаточно сильно на себя это было продольно растягивать растягивание вверх под 45 градусов тракциям растягивание 40 градусов на одну и голову и повернули на 40 градусов не держи шею не держи расслабься и он не упадет не бойся вот сторону и соответственно игрался сюда 40 градусов поворот и сюда растянули вот может считать что он готов тракциям так если руки достаточно сухие можно ими делать если нет то протянут пример салфетку всего лишь до прошлого не скользила тело либо полотенчика либо простынь ну я у меня обычно пациент на это просто для уголок простынь заворачиваю туда значит смотрите на тот позвонок ну допустим предположим у него повернут вправо влево влево повернут позвонок c2 либо c3 да мы тогда развращиваем голову право получается извините давайте вправо тогда вправо выступают здесь до поворачиваем сюда и будем на них накладывать вот эту костяшку пальца выбирающую через салфетку повернули до вернули до того состояния какое нам нужно ослабься не привык видимо редко ходишь на такие пациенты пугается постоянно двигается вот в этом состоянии почувствовали вот этот вот момент качания он здесь время говорю что вы должны как будто бы как на одной точке у вас качается либо череп когда вы его почувствовали он расслабился в этот момент выращиваете его за челюсть я специально не буду доводить до окончания хруста если человек здоровый может для профилактики просто хороший так вот этот способ следующий способ если не дается пациента то тогда его выдвигаем чуть-чуть сюда двигаться ко мне еще 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 чтобы плечи были вовремя со столом сейчас не уровень тут немножко выгоднее положение потому что на головах опускается ниже позвоночки еще больше растягивается значит поворачиваем получается 45 градусов ну не 45 сколько получится чем больше тем лучше вот сюда 45 градусов чуть вниз и доворачиваем 45 градусов вот по диванам и доворачиваем до того положения до какого нужно я сейчас просто демонстрирую так следующий прием какой мы можем сделать сделала пока полежит голова сделаем его через полотенце это может быть просто ну давай там тряпчик ну крепко естественно тряпчика сворачиваем такой небольшой рулончик одеваем да вот тут желательно чтобы если пациент тяжелый он своей весом может удержаться на столе но желательно адреса на машину за ноги подержать чтобы был упор либо есть такие столы где привязывают пациента грамками специальными ремнями держи до всем весом держи вот значит смотрите вот мы взялись под основание черепа уши нажмем глаза нажмем вот опять таки вот восьмерка восьмерочки восьмеркообразные растрясли покачали и желательно чтобы одной рукой чувствовали дает его момент вот этого расслабления после этого резкий рывок на себя не хотел одного можно 2 достаточно что не почувствовал что-то в голове голове да вот что-то как след подливаете по крови в крови щелчки были просто не слышал но иногда бывает так что про хрустывает позвоночник либо аж до грудного отдела либо аж до трусов и копчика мне самому так делали поставили напряжение в пояснице было крестцов позвоночное сочленение и вот таким способом не достали hd до l5 s1 этого сочленения и еще один способ александр опять же за ноги через рот будут важно чтобы не было вставных так не боюсь ничего страшного не будет также поддеваем голову вот сюда видите она немножко развернулась на нас наши слажены на на верхнюю челюсть ниже через нами нужно открою пожалуйста для этого мы ее открываем пытаемся за верхний опыт низкого 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 здоровья вот здесь на небо опять так же раскачиваем вот и желательно после всех этих приемов и все-таки для обезопасивания немножко делать тракцию растянуть растянуть натянуть немножко успокоение массировать и вы сразу можете проверять в этом же состоянии что бац топазан который вас интересовал ушел на место то есть стал на место так для работы с шеей пока этого достаточно давайте теперь работаем все на практике подписывайтесь на наш канал меня зовут олег лавгудвин но если вы настолько смотрится ничего не практикуете не приходится на тренинги то мало чему вы научитесь я вас я вам сожалею до новых встреч ребята